Экономика и образование, здравоохранение и экология, благоустройство и безопасность, ЖКХ, дороги и транспорт. Эти и другие темы вошли в ежегодные отчеты главы Одинцовского округа о проделанной работе за 2022 и планах на ближайшие годы. По итогам 2022 года Одинцовский округ занял первое место и стал лидером среди муниципалитетов Подмосковья в рейтинге 45. Система жесткой оценки работы в муниципалитете включает 45 конкретных и самых важных показателей, напрямую влияющих на качество жизни людей. Одинцовский округ вошел в зеленую зону по 40 показателям из 45, причем по 32 из них на первом месте. Это прежде всего выполнение всех социальных программ, и государственных, и муниципальных. Это и наши успехи в развитии образования, решение проблем обманутых дольщиков, и вовлечение неиспользуемых земель в оборот, и привлечение дополнительных инвестиций в территорию. Хочу вам всем напомнить, что в 2014 году мы стартовали почти с хвоста, с 48-го места, а сегодня мы стали лучшими. Андрей Иванов подчеркнул, что особое внимание в округе уделяется оказанию помощи участникам СВО. В поддержку военных организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Их семьи в полной мере ощущают внимание со стороны Фонда защитники Отечества и Центра поддержки семей военнослужащих. Большое внимание также уделили блоку социальных вопросов, здравоохранению и образованию, развитию инфраструктуры. «Самая большая школа в истории Московской области, да, наверное, и в истории России тоже. И это самая большая школа. Никогда в стране в нашей не строили такие школы на 2200 человек. Это огромное суперсовременное здание, которое откроется в Одинцово 1 сентября». Высокие показатели стали результатом труда слаженной работы под руководством Андрея Иванова. Для них принцип работы остается прежним. Сегодня цель, завтра результат. «Мы контролируем партию «Единая Россия», фракция, наши депутаты. Постоянно ездим, смотрим, как идут реализации наших народных программ, которые поддерживаются и президентом, естественно, странным, и, конечно, губернатором. Выделены средства. И мы не видим пока никаких возможностей сбоя реализации всех наших планов. Я думаю, все у нас получится. И мы также успешно считаемся за 2023 год». Елена Краева, Станислав Трифонов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово». Хотел бы закончить.